Танцы на льду С падением отметки столбика термометра ниже 0 градусов прохладнее становится не только на улице, но и в некоторых квартирах и жителей города. Так вышло, что последствия после взрыва газа в доме в осеннем переулке отразились и на тех, кто живет по соседству. В многоэтажке напротив люди страдают от перебоев с подачей тепла, ведь теперь их котельно обслуживает вместо двух высоток четыре и попросту не справляется. Далее Галина Ершова. Видите, у нас трубы, мы живем наверху и они у нас вечером бывают комнатные. Когда вот помыть голову ребенку, мы духовку включаем, греемся и у нас еще маленький обогреватель. Мы там в ванной взрослые идут, хотя полоскнутся. В домах номер 38 и 38 корпус 1 на 2 железнодорожной улице две недели перебоя с отоплением. Сначала его не было совсем, на этой неделе трубы стали теплеть, но до привычных горячих пока далеко. Квартира Марии Константиновны находится на 11 этаже. Отопление в доме идет сверху вниз, но здесь все равно холодно. Однако Мария переживает не за себя. В квартире вместе с ней живут пятилетний ребенок и беременная внучка, которые каждую минуту рискуют заболеть. Они сказали, что они замеряли батарею, там получается 32,7, что ниже температуры тела. Такого не должно быть. В принципе, это была тепловая инспекция. А диспетчеры, которые в тепловой сети, нам отвечают 18-20. Да, норма. Да, это норма у вас. А вы как хотите, мерзнете. Ситуация с домом – это не авария на станции и не плановое отключение. Дело в том, что дом находится в 100 метрах от здания на первом осеннем переулке, где 24 октября прогремел взрыв бытового газа. В результате взрыва была разрушена котельная, обслуживающая два дома. За сутки сотрудники тепловых сетей подключили эти дома к котельной соседних домов, сделав врезку в трубу. Однако в спешке не рассчитали диаметр. Им сдали большие диаметром трубы, а наши, которые старенькие и рассчитаны котельные на два этих дома, трубы не справляются с давлением, которое необходимо дать на наши квартиры. Они сказали, что у этого дома есть элеватор, а у нас этого нет. И в любом случае у нас уже так не будет, как у нас было. А мы хотим, как у нас было. В результате в домах на осеннем переулке тепло появилось, а из соседних домов ушло. Сотрудники теплосетей признали свою ошибку и пообещали исправить. Но делать этого не спешат. Возмущенные жители пытались добиться справедливости уже более двух недель. Я сразу начала названивать в службы. В ЖКО. Теплосети. Теплосети. Да. И они нам объясняли, ой, потерпите, работы идут, сейчас давление дадим, у вас потеплеет. Ну ладно, хорошо. Говорят, за ночь сейчас давление дадим. Мы ждем, встаем утром, у нас никакого давления, опять служба. И так всю неделю мы звонили. Потом потерпите три выходных. Мы тоже терпели. Ситуацию обещали исправить в четверг. И тепло в квартирах действительно появилось. Уже переврезки все выпнули, сейчас теплоснабжение уже нормализуется. Однако радовались жильцы недолго. Утром и днем батареи действительно горячие. А вот вечером и ночью становятся чуть теплыми. Жители домов надеются, что до прихода минусовых температур ситуация стабилизируется. И в их квартирах вновь станет так же уютно, как раньше. Те, кто не устоял в танцах на льду, переоткрыватели сезона гололеда. Когда наступают холода, количество ушибов, переломов и вывихов резко растет. Чтобы сохранять баланс на скользких дорожках, нужно прежде всего обратить внимание на свою обувь. Знает, как выбрать подходящую Артем Бухвалов. Медицинская статистика говорит о том, что в начале зимнего периода люди оказываются неготовыми к таким капризам природы, как гололед. И это касается не только беззаботных автолюбителей, которые откладывают смену шин на последний момент. Пешеходам также необходимо заранее подготовиться к этому времени года. Бурлаков Михаил Викторович, мастер со стажем более 20 лет. Он один из тех, кто знает, как нужно это делать. Клиентов много. Обычно это скользкая обувь. То есть меняют профилактику, ну или просто ставят на обувь профилактические подметки и нескользкие набойки. Чтобы ваша обувь служила вам как можно дольше, не забывайте за ней ухаживать. И тут есть важный совет. Не ставьте ее на батарею. Все отклейки подошвы происходят после того, как люди горячую обувь одевают, с батареи снимают, и она отклеивается именно после этого. А если вы все-таки сделали это и ваши сапоги расклеились, не волнуйтесь, все можно исправить. Подошвы приходят много, но в основном ее меняют не из-за того, что она не нравится, а больше, конечно, просто они лопаются. И дать новую жизнь своим любимым ботинкам. Человек хочет в летних ботинках, в осенних, ходить зимой. Вот я ему буду ставить профилактическую подметку. Она и не скользкая, и носится хорошо. Наши граждане смекалисты. Вот и против гололеда есть народные средства. Мажут клеем и посыпают обычным речным песком. И, в принципе, говорят, хватает и очень здорово не скользит. При покупке зимней обуви обратите внимание на рисунок подошвы. Если вы зиму покупаете, чтобы хоть протектор был, ну хотя бы не скользкий и с какими-то шипами, квадратиками. А в некоторых случаях и на цвет. Материалы не скользящие обычно с желтого цвета идут. Они более каучуковые, то есть он сам по себе, даже не обязательно рисунок, но они сами по себе не скользят. Также следите за тем, чтобы подошва у новых ботинок не была облегченной. И, как сказал герой одного очень известного фильма, готовьтесь, зима близко. От ледяного плена страдают не только горожане, но и линии электропередач. Так, рязанцы засняли на видео, как с огоньком троллейбус 17 маршрут разбрасывал фонтан и искр. Вероятная причина такого фейерверка – обледенение проводов. Погода на этой неделе – тема для обсуждения. Несмотря на неудобства, которые она доставляет рязанцам, люди не падают духом и придумывают разные шутки. Кстати, 11 ноября, 80 лет назад, в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды. Поэтому случай о погоде всерьез и не очень расскажет Наталья Новикова. Поговаривают, будто в небесную канцелярию завезли новое погодное оборудование и теперь его тестят по полной. Ну-ка, выкрути снег на максимум, а теперь попробуй выставить на минусовую температуру и задай ливень сильный. Так, а теперь наоборот, плюс 3 и метель. Ничего себе, какой эффект! И это на ноябрьских настройках. В общем, главное не унывать и не принимать близко к сердцу капризы погоды. Ну а синоптики обещают, что 12 месяцев все-таки прекратят чудить и природа определится со временем года. Начиная с субботы, она начнет настраиваться на зимний лад. В субботу, 12 ноября, все еще под влиянием южного циклона ожидается улучшенная погода. Пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. В отдельных районах налипания мокрого снега, местами порывистый ветер и слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха и ночью, и днем отрицательная. Минус 1, минус 6 градусов. В воскресенье-понедельник циклон переместится на север и заполнится. Поэтому снега станет меньше. Он будет идти лишь местами. А вот температура воздуха еще понизится. В воскресенье ночью в Рязани минус 5, минус 7, днем минус 2, минус 4. В понедельник ночью минус 7, минус 9, днем также от 2 до 4 градусов мороза. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Начиная со вторника еще похолодает, зато осадки практически прекратятся. А вот 15-18 ноября погода области будет определять антициклон. Поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью опустится до минус 10, минус 15 градусов по области. Днем всего лишь минус 3, минус 8. И на отдельных участках дорог также сохраняется гололедица. Так что будьте аккуратнее на дорогах, одевайтесь теплее. Не забывайте про горячий чай и согревать друг друга хорошим настроением. Рязанка выиграла международный конкурс красоты. Соревнования проходили в Колумбии в конце октября. В финале остались две участницы – представительницы Индии и России. Жюри победу присвоила россиянке. С красавицей пообщалась наш корреспондент. Не только красотой. На конкурсе «Миссам Интернешнл» нужно было покорить жюри своим обаянием, энергией, жизненной позицией. Натали представляла в Колумбии не только себя, а всю Россию. Нужно было это сделать достойно, чтобы иностранцы могли понять широту русской души. А как известно, это не всегда бывает просто. Основная задача была представить страну, Россию, на высоком и достойном уровне. И, соответственно, через красоту я уже представляла страну. Одно из условий обязательных – это было изготовление визитки, видеовизитки на 4 минуты, где нужно было рассказать о всех прелестях нашей страны. Именно о России, показать ее все достоинства, показать, насколько мы великая страна. Это был один из основных моментов конкурса. Для того, чтобы члены жюри могли оценить работу по достоинству, стихотворение о России, которое содержалось в ролике, было переведено на официальный язык Колумбии – испанский. Участие в подобных конкурсах открывает перед девушками новые возможности. Среди прочего, Натали теперь может заниматься другими любимыми делами. Она ведет работу в фонде, который в том числе и является и благотворительным. Направление – развитие информационных технологий. На практике это может быть продвижение новых идейных предпринимателей с помощью интернета. Среди прочего, в жизни Натали много фото и видеосъемок, общения с коллегами, встречи. И, конечно, семья. Она воспитывает двоих детей. Я не делаю ничего, что мне бы не нравилось. Поэтому это основное. Я люблю жить, я люблю детей, я люблю людей. Мне нравятся конкурсы. Мне вообще все нравится, все, что вокруг. Ничего того, что я не люблю, меня не окружает. Соответственно, все, что я делаю – это удовольствие и силы всегда есть. Это секрет энергии и успеха Натали. В ее планы входит дальнейшее участие в конкурсах красоты на мировом уровне. Наталья говорит, во время выступлений нужно понимать, что самое главное – быть самим собой. От этого зависит 90% успеха. Нельзя притворяться или копировать кого-то. Будет провал. Остается пожелать Наталье успеха, а всем остальным людям оставаться собой. Это работает. Особую остроту в последние годы приобретает тема взаимоотношений компаний, работающих в сфере услуг связи и жителей многоквартирных домов. Обилие проводов на фасадах жилых зданий затрудняет работу ремонтных бригад. Еще одна проблема связана с обилием инженерных сетей в жилом фонде – это эстетическая. Опутанные проводами жилые дома, опоры электролинии во дворах не добавляют красоты областному центру. Как и чувствовать решение этой проблемы, знает Галина Ершова. Каждый человек может выбрать ту компанию по оказанию услуг телевидения, интернета и телефонии, которая ему нравится, и заключить с ней договор. Это сказано в законе о связи. Таким образом, один дом могут обслуживать 5-10 провайдеров, и в большинстве случаев для этого используют воздушные сети. Здесь и начинаются конфликты. Самое главное – нужно убрать провода, потому что провайдеры ходят по этому рубероиду, рубероид ломается, особенно зимой. Крыша течет. Если вот у меня, я живу на девятом этаже, у меня вода течет, подставляем подносы. Воздушные линии – не единственный, но абсолютно законный метод прокладки коммуникаций. Более того, он согласовывается с администрацией города. Стоит также сказать, что на практике, на крышу, за которую все переживают, представители провайдеров выходят лишь один раз, чтобы завести на дом нужный кабель. Само оборудование располагается на техническом этаже. В доме номер 24 по улице Забайкальской в этом году проходит капитальный ремонт кровли. И для собственного спокойствия жители подготовили провайдерам отдельное помещение на первом этаже, куда можно перенести оборудование. А здесь им свободно, они им будут иметь свои ключи, хотят поставить свою сигнализацию. Все, вопросов нет. Хоть все провайдеры города Рязани. Однако провайдеры не спешат этого делать. Во-первых, процедура дорогостоящая. А во-вторых, в законе о связи статья 6 пункт 4 сказано, что при переносе или переустройстве линий связи и сооружений связи, вследствие строительства, расширения территорий поселений, капитального ремонта и иных нужд, оператору связи возмещаются расходы, связанные с таким переносом или переустройством. Но чаще всего жилищные службы поступают совсем по-другому. Значит, мы им пишем письма, они на них не реагируют. Мы начинаем какие-то другие действия предпринимать. Если, допустим, мы видим, что мы есть возможность, не нарушая законодательство, просто обрезаем эти все линии. Кабель банально перерезается. Ну, кому-то он как бы помешал, его взяли и перерезали. Без связи осталось полурайона. Кто за это несет ответственность? На практике получается так, что операторы восстанавливают свои сети после проведения капремонта за свой счет. Таким образом, круг замыкается. Администрация города не хочет компенсировать затраты провайдеров и решать вопрос. Люди рискуют на неопределенный срок остаться без интернета, телевидения и телефонии. А провайдеры вынуждены тратить деньги на проведение бесконечных ремонтов. Ведь в большинстве домов Рязани и области использовать другой метод прокладки коммуникаций просто невозможно. Сейчас решить вопрос пытаются на законодательном уровне. На четкого законопроекта пока нет. Мы следим за ситуацией и будем держать вас в курсе ее развития. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ